Два миллиона долларов собрали 35 украинских стартапов на международной платформе Kickstarter в этом году. Самые популярные среди них экологичная фотокамера, модный кулон для преобразования голосовых заметок в текст, механические музыкальные модели и другие. Об украинских ноу-хау, которые готовы конкурировать с Илоном Маском далее. Скачиваем приложение на iPhone либо на Android. С этой фразы начинается знакомство обычного юзера с новым IT-изобретением. На мониторе планшета рисуем логотип телеканала UATV. Через секунду оно отобразится на обычном, точнее необычном рюкзаке. С помощью блютуза, элементарно, блютуз, пауэрбанк, вы можете выводить на экран этого рюкзака свое настроение. Вы можете выводить какие-то, ну кроме настроения, погоду, солнце светит с утра. Такого точно нет в мире. LED-рюкзак придумали украинцы. Потратили на идею 48 часов и несколько тысяч долларов. Сейчас в Украине 26 таких изделий. Следующий этап – это февраль месяц Kickstarter. Также мы выиграли поездку в Лас-Вегас на SEA 2018. Соответственно, Kickstarter нам нужен для того, чтобы запустить массовое изготовление и плюс рекламу. Единственный недостаток рюкзака – быстрая разрядка аккумулятора. Но его можно устранить с помощью вот этого изобретения. Смарт-батарея – также украинская разработка. Для полной ее зарядки нужно всего лишь 4 минуты. Материал, из которого сделано, нетоксичен. Он может держать и месяцы заряд. Вопрос в том, что для каждого применения мы выбираем лучшие параметры, чтобы с максимальной эффективностью работал. Подавляющее большинство украинских стартапов придумали студенты. Реже – молодые ученые. Только за 2017 год на международных платформах ноу-хау Made in Ukraine собрало более 2 миллионов долларов. И это не предел, утверждает руководитель научного парка Национального университета имени Тараса Шевченко Виталий Чернюк. Для лидерства в мировой науке и разработках украинским кулибинам не хватает технологической базы и потребителя. Если бы у наших ученых была такая база, которая есть у Илона Маска, мы бы были конкурентоспособными на мировом рынке в том числе. Инициативная группа госпредприятия «Сетам» полгода разрабатывала вот это компьютерное ноу-хау. Ставка была сделана, участник один, тысяча гривен, первая ставка за этот лот. Созданная ими компьютерная платформа «Оупен Маркет Уголь» ориентирована на рынок угля. Это первый украинский государственный стартап. Новые сферы, которые мы открываем, действительно их можно назвать стартаперскими, потому что ими до этого никто не занимался. И в целом в дальнейшем этот угольный модуль можно будет переквалифицировать на новые рынки. Это может быть и рынок зерна, это может быть рынок интерят. Конечная цель всех разработчиков – заработок и популярность. Некоторые достигают всемирной известности, как, к примеру, гаражные стартапы Google и Facebook. А некоторые обречены на провал. Успех – удел тех, кто находит простое решение, говорят стартаперы. Ведь все гениальное просто.